В 17 лет я пришел и вот до сих пор тренируюсь, занимаюсь, понравилось. Что лично для вас дал спорт? Характер, ответственность, наверное, и упорство. Вот пойду сейчас потренируюсь, потом набью ему тоже лицо. Это я уже далеко зашел, да? Кость, ну как появился тайский бокс в вашей жизни? Сначала ходил с другом просто в качалку, ну занимались там, просто качались. Потом там с района, ну как с одной школы, как бы приятель тоже пошел на тайский бокс. Ну я там как бы в интернете смотрел, вконтакте там бои, его понравилось. И решил тоже пойти. Ну пришел, это и остался, как говорится. Где-то в 17 лет я пришел и вот до сих пор тренируюсь, занимаюсь, понравилось. А с какого возраста лучше заниматься, чтобы достигать максимальных успехов? Я считаю, где-то с 13-14 лет это у меня какой-то самый раз. Ну, это как я считаю. Ну вот я жалею, что я в 17 пошел, а не раньше. Считаете, что время ухудшено? Ну да, в какой-то степени да. Победа в этом бою обижал спортсмен в синем углу. Сегодня уже у вас есть определенные достижения. Давайте делитесь. Когда перешли в Россию, поехали на первый Южно-Федеральный округ в 2015 году. И там я уже как бы выложился, стал первым и выполнил мастера спорта. Норматив мастера спорта. Вот именно вот эти соревнования я, наверное, никогда не забуду. На характере получилось так, что выступил и все там три боя выиграл. Завоевать первое место на чемпионате России – это для меня самое важное. Для меня это как мечта. Я не знаю, потому что Россия как бы большая, конкуренция очень огромная, много сильных ребят. И вот как бы в этом году ездил, занял третье место. В следующем году вот хочу не упустить, хочу стать первым. 1-2-0-2-0. А чтобы осуществить свою мечту, как вы готовитесь, как вы идете к ней? Ну, как идет подготовка, если какие-то соревнования начинаются, начинаем готовиться с моим тренером Евгением. И ездим к ребятам на спарринги в другие залы, клубы тоже там помогают. То есть, ну, спарринг и подготовка у нас в зале. Я знакома с вашим тренером, мы общались, я брала интервью. Очень милая девушка, при этом обладает невероятной силой. Прислушиваетесь ли вы к советам ее, не только в спортивном плане? Этот человек мне очень во всем помогает, даже по жизни. Какие-то бывают ситуации, даже на соревнованиях. С весом даже была проблема. Она со мной на телефоне была всю ночь перед боем. И говорила, что делать. И в итоге удалось согнать вес и выйти в ринг. Есть некоторые тренералы, которые говорят, да, вот так, так и все. Типа, не переживай. Ну, вот она будет переживать до последнего. То есть, ну, это не только за мной. Это у нее, у нее каждый ребенок, каждый взрослый, ее спортсмен, это ее спортсмен. То есть, она ответственная в этом плане. Она полностью за все отвечает. То есть, ну, на нее можно положиться. И ты знаешь, что именно она тебе поможет в любом, ну, в любой момент. За вашими плечами сколько уже соревнований, сколько побед и какие награды самые важные? Ну, по любителям, я не знаю, это очень много уже. Я же говорю, 17 лет, это я с 10-го года тренируюсь. По любителям я не сосчитаю, сколько уже. Очень много было и побед, поражения были, конечно. Ну, так, что по счету, я даже не знаю. Больше ста, наверное, было соревнований. Ну, не соревнований, а именно боев больше ста. Ну, соревнований, конечно же, много было. Знаю, что сейчас готовьтесь к очень серьезному соревнованию. Рассказывайте, куда поедете. Сейчас готовлюсь на профбой. Будет в Екатеринбурге. Парень тоже из Екатеринбурга. Север! Север! Ноги правые! Ноги! Справые! Да, 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 давай, ножки. Накорачивайся. Не держись! Такая же справа, оу! Руки, гад, с ров! С ров! Давай, давай, ногу, ноги забрай, забрай. Вот здесь! Давай, ноги, ножка. Слышите? Да, давай, ноги, ноги, ноги! Давай, ноги! Накорачивайся! Эй! Эй! Болг! Стоять! Стоять! Руки! Давай, ноги! Давай! Он все подел! Он все подел! Он твой, тазань. Давай, давай, давай! 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 В этом поединке победу одержал спортсмен из красного угла ринга Константин Малес Республика Крым В этом виде спорта невозможно без травм Были ли у вас? Ну, травмы, конечно, были Но, слава богу, значительных таких не было Что я прям выбывал на какое-то время Были такие незначительные Но, слава богу, все такое заживает Помимо тайского бокса еще есть жизнь И как вы вдохновляетесь, расслабляетесь? Что вы делаете для того, чтобы появились силы, чтобы идти дальше? Вдохновляюсь Ну, не знаю, сейчас летом ездю на море, отдыхаю Когда есть свободная минута А так, ну, не знаю Я, наоборот, если какие-то есть переживания или проблемы Я прихожу в зал И вот пока я в зале нахожусь Я обо всем забываю Проблемы сразу исчезают Как только выхожу, сразу все появляется Ну, это вот как будто иной мир какой-то Как успевать и в спорте, и в личной жизни? Вам это удается? Удается, но очень-очень сложно Вот, ну, чем года больше как бы идут Тем сложнее на самом-то деле Что для вас счастье? Обычное, житейское, простое, человеческое? Обычное житейское счастье – это погулять с семьей Съездить куда-нибудь Не важно, куда просто отдохнуть именно с семьей Тоже очень помогает И морально Вот это отдых, наверное Ну, и счастье, конечно Значит, семья все-таки вас поддерживает Раз семья тоже для вас отдушина Да, конечно Как она это делает, семья? Ну, я не знаю Прихожу домой И счастье – это, ну, наверное, дети Они скучают, я скучаю С детьми это, наверное, лучше отдых Мне, не знаю, считается Ну, для меня это сейчас так А заглядывая вперед Вы бы отдали своих детей в спорт? Да, конечно Это обязательно тайский? Нет, нет, не обязательно тайский И, наверное, даже не тайский Ну, любой другой спорт Но главное, чтобы спорт присутствовал в их жизни Это однозначно спорт Он помогает дальше, в дальнейшем по жизни Даже там, как бы, продвигаться Ну, спорт – это очень хорошая речь Ждешь, ждешь, ждешь Видишь, начинаешь оттормаживать В конце раунда Стал оттормаживать А он стал и проваливать Ему кажется, что он тебе сейчас ломать на щел Конечно, не управлял Да, 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 да Если вот говорить о том, что в дальнейшем, в будущем Вы будете тренером Вы видите для себя такую перспективу? Ну, для того, чтобы тренировать Я хочу набраться опыта сам для себя сначала Чтобы я мог действительно что-то передать ребятам Ну, то есть, именно чему-то научить А не просто так Кричать, что я тренер Ну, ай, дать ничего не смогу Поэтому для этого я, как бы, и выступаю На данный момент у меня сейчас цель Вот, наверное, только из-за этого Чтобы в дальнейшем стать, ну, как бы, тренером И дать что-то ребятам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ